Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. В этой главе, вообще в этом послании апостол Павел довольно много внимания уделяет тому, чтобы рассмотреть взаимоотношения. Слушайте, взаимоотношения портят все, не правда ли? Иногда они все улучшают, но могут испортить все. И вот Павел рассматривает как раз ситуацию взаимоотношений, когда на почве того, что кто-то считает это правильным, а кто-то считает это неправильным, люди разделяются. Становятся друг к другу, поворачиваются спиной, и в принципе им дальше неинтересно, как то, чем живет. Одни почитают что-то духовным, другие ставят это под сомнение. Вот проблема, о которой здесь писал апостол Павел, она состояла в том, что именно вот разные взгляды на одно и то же разделяли людей. Если вы помните, там речь шла о том, что были те, которые считали, что мясо есть, пожалуйста, можно. А другие говорили, ни в коем случае. И вот они как-то друг на друга смотрели искоса. Те, которые кушают, смотрят на этих воздерживающихся и думают, несчастные, несвободные. А те, которые не кушают, смотрят на этих, которые едят свободно и говорят, недуховные, точно недуховные. И проблема состояла вот именно в том, что вот это вот осуждение друг к другу зарождалось. И каждый же считал себя правым, каждый считал, что он таким образом Царство Божие прославляет, утверждает, удостоверяет, расширяет. И Павел вот в конце концов обращает внимание и говорит, а вы вообще думали о том, в чем это самое Царство Божие? Оно же совсем не в том, что мы сами для себя решаем по удостоверению своего ума. А в чем? А вот давайте, если опустить вот середину, Павел как говорит, ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир. И радость где? В ком? Во Святом Духе. Что это значит? Слушайте, можно научиться быть праведным, радостным и быть в мире? Можно проснуться, дать себе установку и целый день пройти с улыбкой на устах? Иногда можно. Иногда можно. Но не до конца. В какой-то момент улыбку ты спрячешь в внутренний карман. Ну и там как получится. Кому как повезет. А Павел обращает внимание, говорит, что Дух Святой может в вас произвести все то, что лишит вас необходимости спорить, разбираться и, ну вот, как-то разделяться друг с другом. Царство Божие в том, что Дух Святой может в нас проявить. Не наше старание, наше понимание, может быть, даже наше посвящение, а именно то, что во мне производит Дух Святой угодно Богу, как говорит Павел, и достойно одобрение от людей. Послушайте, праведность, мир и радость – это плоды Духа. И их нельзя долго симулировать. Подделать можно. Кто-то два часа выдержит, кто-то неделю, у кого-то дольше получится. Но это подделка. Подделка всегда даст на себе знать. Она в какой-то момент лопнет, как мыльный пузырь. А то, что производит Дух Святой, оно настоящее. Оно не поддельное. Может быть, оно не такое броское. Может быть, оно не такое яркое всегда. Но мы знаем, что такое настоящее, друзья. Мы знаем, что такое неподдельное. Мы знаем, что такое неподдельная радость, неподдельный мир. Что такое настоящая неподдельная праведность. Мы с этим знакомы, мы прочувствовали. Мы должны были это вкусить, если мы во Христе. Евангелие от Матфея Христос как-то своим ученикам такие интересные слова сказал. Это 13 глава, 52 стих. Всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Подумайте об этих словах. Если ты хочешь научиться быть похожим на Христа, что-то у тебя получится. Результат будет. Но это будет коктейль, в лучшем случае, доброго и плохого. Это будет смесь. Насколько она будет вкусна, удобовразумительна и желанна для самого себя и окружающих, это уже вопрос. Что-то вынеси, что-то получится. Но Христос не пытался научить Царству Небесному. Он говорит, надо войти в Него. Надо войти. А это можно только через Духа Святого. Только в Духе Святом. Вот для этого Он нам и нужен, друзья. Чтобы нас ввести в присутствие Божие. Царство Божие – это Его присутствие. Это то, где Он властвует. То, где Его воля превыше всего. Я не знаю, можно ли сейчас говорить о каких-то физических границах этого Царствия. Но это духовное, материальное состояние, нематериальное состояние, имеющее какое-то продолжение. И в материальной жизни, если оно в нас есть. Но нельзя, наоборот, войти в Него. Очень сложно. Это будет вот как тот книжник наученный. И что-нибудь смешает, да и все. Вот как Павел писал, вот 20 стих дальше, если прочитать, в 14 главе. Ради пищи не разрушай дело Божие. Слушайте, о каком деле идет речь? О каком деле Божьем идет речь? Что то, что я ем или то, что я не ем. То есть, то, что я делаю или то, что я не делаю. То, что я считаю духовным или не считаю духовным. Вот я по своей какой-то воспитанию, я не знаю, происхождению, окружению, пониманию в конце концов, образованию. Вот я считаю это хорошо, это плохо. Вот о чем идти может речь? О каком деле Божьем? Я думаю, что речь идет о том, что может произвести в нас Дух Святой. Это Его дело. Его дело, то, что Он хочет нас отобразить. Оказывается, может быть так, что я по каким-то своим личным причинам субъективным разрушу это дело. Откажусь от Него. Мы говорим, угасить Духа Святого можно. Оказывается, что мы по своей немощи можем и такое сделать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...